Вот, да, это квартира, как я понимаю. Ну, шансов мало, да, я так понимаю? Нет, и никого здесь не бывает. Застать жильцов квартиры дома в дневное время действительно редкая удача. Вот и этот визит успехом не обвенчался. По ту сторону железной двери тишина. Зато соседи точно знают, когда жизнь в квартире начинается. Это поздний вечер. Под словом «жизнь» они подразумевают ежедневные пьянки, крики и ссоры. 23.30 начали. Не знаю, что там у них. Ругались, потом бесились, потом пошли эти побои, разгром. Вот все слышно. Ну, то есть не очень комфортно, да? Вам еще, я так понимаю, на втором этаже как раз? Вот спишь ночью, да, и сдрагиваешь от этого шума. По факту здесь прописано 11 человек. Больше половины из них – несовершеннолетние дети. Но живут ли они там – непонятно. Квартиру давно отключили от всех коммунальных услуг. Я как знаю, их уже практически от всех благ цивилизации, да, отключили? Да, все отключено у них. Газ, вода и цвет. Сделали это после того, как у жильцов квартиры номер 150 на Тукая-1 накопился огромный долг за коммуналку. Сумма внушительная – почти 730 тысяч рублей. У меня со льдовки перед собой 2013 года. Я вижу, что оплата была у них только в 2014 году. 14 тысяч они оплатили, и все. Это, представляете, сколько лет? В течение четырех лет они оплатили один раз 14 тысяч. Есть судебное решение о принудительном взыскании. Долго, но официально никто из прописанных не работает. Поэтому приставы не могут взыскать задолженность. Вопрос о том, как заставить жильцов неправатизированной квартиры платить по счетам, пока открытый. Вадим Струминский, Евгений Узаев. Новости Татарстана.